Добрый день, мои дорогие любители вязания! Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой квадрат. В первых видеокадрах вы видели ряд изделий. Они связаны не с этого квадрата, но когда я увидела его и схему этого квадрата, то, как вы видите, у него не так много отверстий, дырочек или пространств, которые создают такую рыхлость нашего изделия. Он получается фактурный и в то же время достаточно плотный, что позволяет нам сделать изделие, как мы с вами видели, кофту, кардиган, добавить еще вот в одном изделии, там добавлена обычная вязка с столбиками без накида или же можно добавить вязку с спицами и собрать очень красивое изделие. Сам этот квадрат, вот сейчас вы видите, тоже изделие, которое предлагается, ну и нам предлагают схему. И давайте с вами сейчас его разберем. Я предлагаю сделать, как мы с вами делаем первую петельку, это тоже получит какая-то и закрепить. Вот у нас с вами скользящая петля. Мы можем с вами сделать несколько столбиков и потом в кольцо. Но, как я понимаю по схеме, здесь у нас идет скользящий. Это у нас будет первый, второй и третий. То есть три петли подъема, первый столбик, накид. Захожу в колечко и вяжу следующий столбик. Таким образом мы должны с вами связать 12 столбиков с одним накидом, постепенно потягивая колечко и уменьшая наш центр практически до нуля. Получили мы с вами 12 столбиков. За вот эту петельку мы должны подтянуть, уменьшить наше расстояние. Ну и как ни печально, но этот хвостик мы должны с вами спрятать вдоль этих волокон. Обрезать его нельзя. 1, 2, 3. Третью петельку подъема я зашла и связала соединительную петлю. Вот таким образом мы с вами завершили этот ряд. 1, 2, 3. Это будет первый столбик. И в эту же как бы вершину этого столбика вяжу второй столбик. Две воздушных петельки. Вот этот слух, который связали. Первый, второй. Я делаю накид. И в третий столбик вяжем с вами первый, второй столбик с одним накидом. Две воздушных накид. И следующие два столбика. Первый и второй. Две воздушных накид. Пропустили два в третий. И повторили. Мы с вами получили вот как бы один угол. Второй, третий и четвертый. Но первый угол у нас не довязаны. Я связала третий угол. Две воздушных петельки. Накид. И вот здесь у нас с вами столбик самый первый. Мы в него должны довязать еще два столбика. Первый и второй. Ну и у нас осталась еще арочка из двух воздушных. Я делаю первую воздушную. Накид. Захожу в третью петельку подъема. И вяжу вот такой вот соединительный столбик. То есть мы с вами как бы оказываемся под арочкой. Один, два, три. Первый столбик. Накид. В эту же арку вяжу второй. Теперь накид. Вот здесь у нас арочка из двух воздушных. Мы в нее должны связать с вами восемь, по-моему. Один, два. Восемь столбиков с одним накидом связали. Теперь делаем накид. И захожу в следующую арку между двумя наборами столбиков. Первый. Второй. Две воздушных. Накид. И еще два столбика. Первый. И второй. Далее накид. Восемь столбиков. И так мы с вами идем по кругу. Прошли мы с вами все. Все углы. Все стороны. И вот с этой точки начинали. Опять-таки я делаю воздушную петельку. Накид. В третью петлю подъема. И соединительная петля. Вот так. С этой точки опять-таки три воздушных накид и столбик. Накид. Вот у нас идут два столбика с нижнего ряда. Мы вершинку первого и второго тоже зашли, связали по столбику. Первый и второй. Далее я делаю накид. И мы будем с вами вязать все эти восемь столбиков за заднюю стенку. У нас вот есть передняя, вернее вот передняя стенка и вот задняя. То есть мы заходим только за заднюю полудольку. Для того, чтобы у нас впереди получалась дорожка. Вот второй. Третий, четвертый. Третий, пятый, шестой, седьмой и вот восьмой. Последний, видите. Вот у меня получилось, видите, как бы косичка такая. А следующий я опять беру за две доли. И первый столбик. Второй столбик. Далее у нас с вами идет арка. Ну, а в эту арку мы с вами делаем накид и два столбика подряд первых. Две воздушных и два столбика подряд вторых. Довязывать не буду, потому что все понятно. Так, получили мы с вами вот такой вот промежуточный, да, часть, серединка нашего квадрата. Первая арка я довязала два столбика. Воздушная петля, накид. В третью петельку подъема вяжем вот такой столбик. Теперь один, два, три. То есть тут мы с вами повторились. Два столбика. Один, два, три, четыре воздушных. Мы с вами пропускаем. Раз, два, три, четыре. И вот из этих, вот видите, вот наших восемь, мы пропускаем два. Заходим в третий. Опять-таки за заднюю полудолю. И теперь вяжем столбики без накида. Первый. Вот он. Второй. Вот он. Третий. И четвертый. То есть мы с вами, видите, вот у нас косичка, вот и вот. Далее. Один, два, три, четыре. И если посчитать, то мы с вами пропускаем два, два и два столбика. Накид и в арку вяжем наши, как бы, два столбика парные, да, две воздушных, накид и опять два столбика. Ну, а далее все понятно. Четыре воздушных и столбики без накида. Центральные четыре петли. Прошли мы с вами все по кругу. Последний наш угол. Два столбика, петелька, накид, третью петлю подъема. Вот такой столбик. Ну, я даже тут, видите, уже дважды сделала. Вот ему растягивается сильная петелька, накид и столбик. С этой точки мы опять-таки с вами три воздушных, накид и по дарку еще один столбик. Накид. Вот наши по ходу движения две вершины в нее по столбику. Вот у нас с вами четыре петли. Накид. Можно по дарку. Можно в петлю. Второй. Вот он, третий. И вот он, четвертый столбик. Далее что? Далее у нас вот эти четыре столбика. Здесь мы их вяжем за две доли. Первый. Вот он. Даже это не первый будет, это я уже. Вот он первый. Второй. Третий и четвертый. Третий и четвертый столбик. Далее у нас с вами что? Идет четыре воздушных, в которых мы попадаем. Или нет. Смотрите на ваше усмотрение, как вам больше нравится. Мне кажется, что когда попадаешь в петельку, более четкий рисунок. Это третий столбик. И вот он, четвертый. Далее, как вы видите, два столбика. Как говорят, вяжем по рисунку. В каждую вершину по столбику. Ну и угол. Один. Вот второй. Две воздушных, накид и опять два столбика. Провязываем все по периметру. Итак, я пошла по кругу и уже завершила наш квадрат или этот ряд. Вот смотрите, теперь у нас остается два ряда столбиками без накида. Но если кому-то, допустим, нужно для его изделия увеличить, то можно сделать и второй ряд, допустим, столбиками с одним накидом, затем столбики без накида. То есть тогда у нас, если мы хотим выйти на определенную величину, кого-то объем, допустим, талии, бедер, может быть, длина, ширина рукава. То есть вот этот, под этим моментом мы с вами можем регулировать. Ну, а сейчас, в принципе, я сделаю одну воздушную петлю подъема. Зашла вот под арку. И далее мы с вами просто вяжем столбиками без накида, заходя в вершину каждого столбика. Мы с вами прошли столбиками без накида. Заходим в эту арку. Один столбик без накида, две воздушных, второй столбик в арку и опять движемся по всем вершинам столбиков. И так завершаем вообще-то все по периметру. Я обошла весь ряд. Ну и последний, как всегда, мы воздушная петелька накида. И в первый столбик я вяжу вот такую петельку. Опять воздушная петля. Захожу под арку столбик и мы с вами продолжаем по кругу. В арку мы вяжем с вами столбик без накида, две воздушных и столбик. И в итоге получаем соответствующий квадрат. Соединить его, ну, выбирать за вами, то ли мы можем с вами вязать очередной ряд последний и соединяться. Можно соединяться, допустим, за полупетли, можно за все петли. Или же взять нитку с иголкой и подшивать так, как вам нужно. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok